Вечер под серебряным дождем «Мама моя» — прям мастодонты нашего детства. Это последняя поэма «Из вам и не снилась». Это выбор Саши Кирсанова. И не покидай заглавные песни из одноименной сказки. Этот момент, когда немой Патрик вдруг начинает разговаривать. Человеку домашнее задание вернуть детство на выходные. Посмотрите оба фильма. Хорошо, ребята, вдруг кто-то из вас еще не знает этих песен. Мы решили дать по маленькому кусочку. Ну а целиком одна из песен непременно прозвучит уже через 50 минут. Итак. Узнаете слова Робин Драната Тагора? Последняя поэма вам и не снилась, конечно же. Которая пока выигрывает. К сожалению, может быть, то ему. А может быть и нет. 53% у нее, но и 47% у любимого трека Дарьи Санны. И ночью звездной, и при свете я, не покидай, не покидай меня. Пусть все исчезнет и уйдут друзья. Не покидай, мне без тебя нельзя. Готовим платочки. Ребята, ну давайте поднажмем. 53% проголосовали пока за последнюю поэму. 47% за «Не покидай». Душу перед вами раскрываем сегодня. Буквально. Что нас заставляло плакать. Голосовалка проходит в телеграм-канале радиостанции «Серебряный дождь». Не так много времени осталось. Я напомню, что в конце этого часа мы с вами и послушаем ту композицию, которую вы сегодня своим голосованием назначите, так сказать, победителем. Мы за эфиром с Кирсановым продолжаем вспоминать цитаты. Он из «Вам и не снилась», я из фильма «Не покидай». Это, конечно, великолепное, которое принадлежит канцлеру из этой сказки. Какой пробочник вас всех здесь раскупорил. Раскупориваемся, ребята, и голосуем за «Не покидай». А мне очень нравится цитата Миши, которую выиграет Леонид Филатов. Это замечательно просто. «Я скотина». И его лаборантка говорит ему, «Я вас утешу». Даже если так, то очень симпатичный. Вам и не снилось, «Не покидай». И выбор, друзья, только за вами. К новостям вернемся через пару минут. И только в телеграм-канале Silver Rain Radio. Это вечер под серебряным дождем. Я начинаю стремительно расстраиваться, друзья. Настолько же стремительно, насколько количество проголосовавших набирает последняя поэма. Поэтому обращаюсь с традиционным призывом. Ребята, кто голосовал за «Не покидай», пора подключать родных и близких. Ну и просто неизвестных прохожих на улице. Так, пока еще не все так плохо. Для меня, по крайней мере, 56% последняя поэма и 44% за «Не покидай». Но еще полчаса остается, друзья. Всего полчаса. Да, вы могли повлиять на то, какая душесчипательная, душераздирательная песня прозвучит в финале программы. Ну все равно я сяду в машину, включу себе «Не покидай». Вот так вот. Ну, хотелось бы, конечно, ее в эфире «Серебряного дождя» услышать. Голосовалка в телеграм-канале нашей радиостанции. Возвращаясь к новостям, «Нью-Йорк Таймс» сегодня со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что американская разведка считает, что разрешение на удары Украине дальнобойным оружием западного производства вглубь России приведет к ответным мерам с российской стороны против США и других союзников. По данным «Нью-Йорк Таймс», вместе с тем, американская разведка сомневается в том, что использование дальнобойных ракет в принципе способно изменить ход конфликта. Значит, в публикации сказано, что на сегодняшний день у ВСУ ограниченное количество западных дальнобойных ракет и неясно, сколько еще единиц смогут поставить союзники. Помимо этого, как следует из материала газеты, со ссылкой, напомню, на оценку разведки, после первых ударов российские военные могут перенести склад боеприпасов в командные пункты и другие критически важные объекты за пределы досягаемости ракет. В связи с этим, отмечает «Нью-Йорк Таймс», американская разведка и сомневается в эффективности подобного метода ведения боевых действий. Среди ответных мер, которые Россия может предпринять, в случае, если такие ограничения для Украины будут сняты, американская разведка называет поджоги и диверсии на объектах в странах Европы или атаки на военные базы союзников Украины, включая США. Что касается баз, штаб, прошу прощения, сухопутных сил НАТО в странах Северной Европы будет размещен в Микеле, который находится примерно в 140 километрах от российской границы. Это заявление, сегодняшнее заявление министра обороны Финляндии. ТАСС приводит его заявление. Мы предложим установить под штаб сухопутных сил НАТО в Микеле. В этом городе, сказано в заявлении, уже функционирует штаб сухопутных войск Финляндии. Ранее сообщалось, что в мирное время Ставка будет заниматься планированием и реализацией учебных мероприятий НАТО в этом регионе. Новая структура, получившая название «Штаб повышенной готовности», будет работать круглосуточно и подчиняться будет командованию в Норфолке на восточном побережье США. 19 сентября, напомним, глава НАТО, Йенс Столтенберг, он в октябре, между прочим, покидает свой пост после 10 лет должности, провел прощальную пресс-конференцию, там подводил итоги своей работы, дал союзникам такое некое напутствие, по мнению Йенса Столтенберга. Он передает альянс в руки своего наследника, бывшего премьера Нидерландов, Марка Рютте, в лучшем состоянии, чем когда-либо. Лукашенко сегодня заявил, что возможная агрессия против Беларуси или России со стороны государств-участников НАТО спровоцирует масштабный конфликт с использованием ядерного оружия. Лукашенко подчеркнул, что Минск четко обозначил свои красные линии, и это государственная граница, за нарушением которой последует мгновенный ответ. Значит, и прямая цитата. «Мы применим ядерное оружие, нам могут ответить, и России в том числе, поэтому она применит весь арсенал, это уже мировая война, этого не хочет и Запад, они к этому не готовы», заявил Лукашенко во время встречи со студентами технических вузов, и напомнил, что 17 сентября в рамках патриотического форума предупреждал, что будет считать нападение на Беларусь началом мировой войны. Кстати, из заявления Лукашенко, он сегодня заявил, что создание собственного мобильного телефона находится в числе вопросов национальной безопасности. Добавил, что Беларусь уже производит автобусы, тракторы и ноутбуки. На этой же, собственно, встрече со студентами заявил и отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем, обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время, превратились в боевое оружие. Это уже вопрос национальной безопасности. По словам Лукашенко, в Беларуси производят технику, которая по качеству не хуже лучших импортных образцов. И он сказал, что у страны есть достижения в микроэлектронике, информационных технологиях, фармацевтике и биотехнологиях. Власти в России заявили, что проверят цены на хлеб, молоко и мясо в 14 торговых сетях по России. Подробнее к этой новости перейдем через пару минут. Оставайтесь под серебряным дождем. Вечер под серебряным дождем. Да, ребята, ситуация с голосовалкой обстоит настолько грустно для меня и настолько весело для Кирсанова. Ну почему грустно? Что Круэлла Урсуловна сейчас даже сбацал танец. По-доробески, да? Да. Слушай, на самом деле просто ничего не поменялось пока что. Так вот хотелось бы, чтобы поменялось. Конечно, голосов увеличилось, но процентное соотношение пока что не поменялось. Где вы? Где вы, люди, которые так же, как и я, в детстве обожали сказку «Не покидай». Покинули они тебя. Это ужасно. И ночью темной при свете дня. Сейчас спою. К чертовой бабушке. Итак, сегодня у нас последняя поэма из фильма «Вам и не снилось». Это выбор Саши Кирсанова. Ну и «Не покидай» из одноименной сказки. Это моя большая любовь. Я реально обожаю этот фильм. Пересматриваю его часто. Вот и надо сказать, что «Не покидай» пока 44%. Остается ровно полчаса, друзья. Ребят, давайте напряжемся как-нибудь. Вспомним твоего замечательного этого Патрика. Да Патрика я в меньшей степени любила. Я обожала канцлера, Атилию, его жену. Ты не на то давишь. Весь сам невинный там, потрясающий. Понимаешь, вот твои слушательницы вспомнят сейчас, какие они были молодые, были влюблены все поголовно в этого красавца. Ну, хорошо. А канцлера... Не мой Патрик немножечко. А у канцлера насморк артиллерийский, как мы знаем. Кстати, канцлер в исполнении Альберта Филозова также играл... О, потрясающий. Шикарного просто мужа, тетеху Лидии Федосееве Шукшиной... Точно, слушай, он уже в обоих фильмах снялся. Культовый кадр, где он лежит в начале фильма «Вам и не снилось» в бабушкиной шале. А, традикулитор радикулитор. И Лидия Федосеева Шукшина утюгом его гладит от радикулитора. В общем, ребят, только от вас зависит, какой композицией мы закроем сегодняшний выпуск программы «Вечер под серебряным дождем». Еще раз отправляю вас в телеграм-канал нашей радиостанции, где висит голосовалка «Давайте поднажмем за «Не покидай». Ну, как будет классно, под дождем, вот это, вон, да, ехать, все это, врубить на всю катушку. Ну, под вашу последнюю поэму разве так поездишь? Ее даже спеть нормально не получается. «А не покидай, прям поорать, все, как мы любим». Ну, в полголоса, зато от души. «Это любовь моя, это любовь моя». Все, песня прозвучала в эфире, друзья, «Голосуем за «Не покидай», последнюю поэму вычеркиваем из голосовалки. Кстати, пока не забыл, я просто понял, когда посмотрел этот фильм, уже будучи достаточно взрослым мальчиком, лет так в 14, почему все мои какие-то романтические отношения в большинстве о своем связаны, такие драматически-романтические, с девочками по имени Катя и Юля. Потому что Катю звали главную героиню, вам и не снилось. А в повести главную героиню звали Юлька. Чувствуете? Чувствуете? Это сейчас началась... Катя и Юля. Минутка психоанализа от Александра Кирсанова. Дорогие Катя и Юля. Вот до чего его довела наша музыкальная. Если что, я пока свободный парень. Нам в WhatsApp пишут «Не покидай». Спасибо огромное, но я напоминаю, что мы не в WhatsApp принимаем сообщения. Я отправляю вас в телеграм-канал «Серебряного дождя», где... Я начинаю нервничать, потому что, да, активизировались твои любители «Не покидай». Я тебе точно говорю, прохожих начали останавливать на улице. Вот сто процентов. Во второй половине часа, друзья, сегодня пришла интересная новость, о которой пока что, пока что, вообще мало что понятно. Центробанк сегодня предложил внедрить некий стандарт автокредитования. Зачем это надо? Понимают ли эксперты, как это должно выглядеть, чтобы правильно работать, удобно и полезно, так сказать, для всех участников этой истории? Об этом поговорим во второй половине часа. Дам вам возможность, разумеется, послушать комментарии эксперта. Ну и не забываем, во-первых, про видеотрансляцию на нашем сайте silver.ru, ну и, конечно, музыкальное голосование, которое, музыкальная битва, проходит в телеграм-канале нашей радиостанции. Еще раз в телеге обращаю внимание всех тех, кто начал присылать нам сообщения в WhatsApp. Обожаю нашего слушателя Мартовского зайца, Катя и Юля. Тату. Ты знаешь, Саша, мне кажется, наша аудитория прониклась вот этим нашим самым с тобой напряженным моментом, когда, да, в последние четыре минуты у нас вообще иногда все меняется. И сейчас просто все замерли для того, чтобы нам, так сказать, показать вот ту самую Кузькину мать. Чтобы мы нервничали в эти самые последние четыре минуты. Ну, конечно, даже глаз дергается даже. Вижу у меня оба, если ты не заметил. Это я не моргаю. Последняя поэма. 54% голосов. Не покидай. Не покидай. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Именно так звучит эта песня. 46% голосования проходит в телеграм-канале радиостанции «Серебряный дождь». Отметь, что два великих российских композитора сражаются сегодня. Евгений Крылатов против Алексея Рыбникова. Ребят, я очень... Это я глубоко так копнул сейчас. Ну, это было красиво. Я восхищаюсь тобой. Ты знаешь, как никогда. Да, Александр хорош. Так же, как и композиция «Не покидай», за которую я прошу вас проголосовать. Напомню, что песня, победившая в музыкальной битве, звучит в конце программы. Под нее обычно Артур, так сказать, заходит. Артур и песни в 19.00. Но мы параллельно с вами все-таки продолжаем обсуждать новости. Федеральная антимонопольная служба проанализирует цены на хлеб, молоко, мясо и овощи так называемого борщевого набора в 14 торговых сетях. Об этом сегодня сообщила непосредственно пресс-служба ФАС. В сообщении сказано, что Федеральная антимонопольная служба запросила у торговых сетей информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, об объемах закупки и продаже вот этих самых продуктов с начала года по конец августа. А также запрошена информация о факторах, которые влияют на разницу между розничной и отпускной ценой, в том числе имеется в виду и в разных регионах. И на основе именно этих данных ФАС проанализирует обоснованность розничных цен на эти товары. В ведомстве напомнили, что необоснованный рост цен может стать основанием для применения антимонопольных мер. И, как сказано в сообщении ведомства, проверка затронет пятерочку, перекресток, магнит, дикси, ашан, ленту, глобус, азбуку вкуса и ряд других сетей, уточнили в федеральной антимонопольной службе. Ну а вечером 25 числа ФАС сообщила, что запросила у крупнейших производителей молочной продукции информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за первые 8 месяцев 2024 года. А также была запрошена информация о причинах роста цен за этот период. Но не знаю, будут ли опубликованы результаты этой проверки. По крайней мере, могу сказать, что если да, то я вам непременно о них сообщу. Через пару минут мы перейдем к предложению Центробанка внедрить стандарт автокредитования. Зачем это нужно и как это должно выглядеть в идеале, будем разбираться с экспертами. Оставайтесь под серебряным дождем. Это вечер под серебряным дождем. Это вечер под серебряным дождем. Давайте разбираться, что же это за предложение Центробанка внедрить некий стандарт автокредитования. Что об этом известно? Это сегодняшняя публикация издания «Ведомости». Эльвира Набиулина заявила, что вместе с ростом автокредитования Центробанк наблюдает и увеличение количества жалоб на навязывание услуг. Эльвира Набиулина привела пример. Это ситуация, когда покупка автомобиля не в кредит обходится значительно дороже, чем взаймы у банка. При этом кредит можно взять только с дополнительными услугами, от которых отказаться нельзя. Набиулина описала случай подобной недобросовестной практики. И вот случай. Клиент вместе с кредитом покупает за 170 тысяч рублей сервисное обслуживание, которому еще прилагается книга на флешке. В итоге оказывается, что вернуть человек может только 9 тысяч рублей за сервисные услуги, а остальные 161 тысяча рублей – это стоимость книги, которую по закону вернуть нельзя. Банки и автодилеры нашли этот пробел в законодательстве, чтобы таким образом навязать услугу, от которой человек отказаться не может, заявила глава ЦБ. И, как продолжила Набиулина, банки говорят, что автосалоны таким образом выкручивают им руки, а они не поднадзорны ЦБ. При этом Набиулина выразила уверенность, что такое положение дел принимается сознательно. Говорит, есть случаи, когда именно сами кредитные организации выступают двигателями вот таких вот схем. Банки, говорит Набиулина, могут контролировать своих контрагентов, это точно. Ну и в связи с этим, как заявила Бельвира Набиулина, сегмент автокредитования требует стандартизации. Как к этому относятся эксперты от отрасли? Действительно ли назрел момент, когда нужна некая стандартизация и нужен стандарт автокредитования? И каким, собственно, в идеале он может быть? С этими вопросами мы обратились к Антону Шапарину. Вот что Серебряному дождю рассказал вице-президент Национального автомобильного союза. Кредиты сейчас очень дорогие, и люди традиционно считают, что завтра машин уже никаких не будет, надо хватать их сейчас, несмотря на кредитную ставку. Такие кредиты берут. Мне кажется, что таких людей надо было бы направлять на курсы финансовой грамотности, но Центробанк пока что этого не делает. Вместо этого Центробанк хочет ограничить доступ таких граждан, которые не в состоянии обслуживать огромные автомобильные кредиты. Суммы по автокредитам уже догоняют ипотеку, потому что средняя стоимость нового автомобиля превышает 3 миллиона рублей и будет еще выше скоро с повышением интеллектронного сбора. Ну, соответственно, Центробанк хочет охладить таким образом автокредитование, и мы считаем, что это правильно, потому что, безусловно, это создает риски макроэкономической стабильности. Кроме того, мы, безусловно, ограничили бы комиссии дилеров за оформлением кредитов, потому что сейчас они достигают 8% от полной суммы кредита. И это, конечно, запредельная цифра. И все это ложится, соответственно, в конечном итоге на заемщика. Поэтому уверен, что автокредитование нужно заработать крайне аккуратно, нужно не допускать такого же перегрева, какой мы видели на рынке ипотеки. Сложно оценивать, каким должен быть стандарт, потому что у каждого заемщика свой уровень доходов, соответственно, мы не знаем, какие у него еще кредиты и так далее. Здесь Центробанк там считает. Ну и для москвичей информация с 1 ноября на пяти улицах в центре начнет действовать постоянный динамический тариф платной парковки. И, как заявили в Дептрансе, составлять он будет в зависимости от нагрузки от 0 до 800 рублей. И нововведение затронет следующие локации. Ильинка, Новая площадь, площадь Тверская застава, Никитский переулок и Рождественский бульвар. Ну а сейчас самое время ознакомиться... Сейчас очень жестко, потому что проснулись любители твоего Патрико, не покидай, дай. Сокращается разрыв, не покидай, 48%. И последняя пайма, 52%. Друзья, через 4 минуты мы узнаем, кто прозвучит в финале программы «Вечер под серебряным дождем» и под кого мы будем плакать слезами светлой грусти. Давайте, давайте так, давайте так. Вы представляете, как классно будет сейчас ехать в машине или стоять в пробке уже, черт с ним, 9 баллов загруженность, но петь. Вот это не покидай. Телеграм-канал «Серебряного дождя». Друзья, у вас еще есть возможность все определить. «Вечер под серебряным дождем». Так, что происходит? Что мы будем делать? Что вы смерти хотите нашей с Гордеевой? Что мы сейчас... Ребята, у вас сейчас реально есть возможность. Вот буквально 30 секунд, пока мы тут с Сашей профессионально, но нервно тянем время. Как такое может быть, когда выигрывала последняя поэма, а сейчас 50 на 50? Голосовалка в телеграм-канале «Серебряного дождя», и мы пока не можем ее остановить. Но вы же понимаете, да? Нам нужно время для того, чтобы послушать сам трек, а мы еще не можем понять, что выиграет. Итак, телеграм-канал «Серебряного дождя». Последняя поэма, которую выставил Саша Кирсанов. Это сегодняшняя его кандидатура. Я сегодня выставила композицию «Не покидай» из одноименной сказки. Это та самая легендарная сцена, когда мы узнаем, что не мой Патрик на самом деле... Да, он заговорил, на него подействовала эта волшебная роза. И... 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 и что? Проникновенные стихи Робинграната Трагора. Ты его выговорить не можешь, а хочешь, чтобы мы это слушали? Я хочу песню про любовь. Итак, телеграм-канал «Серебряного дождя». Смерть побеждающий, вечный закон. Что происходит, друзья? Нам пишут «Ватсап». «Не покидай, ребята, не ватсап». «Телеграм-канал радиостанции «Серебряный дождь». И мы не можем пока остановить голосование, пока у нас 50 на 50. Это первый раз, надо сказать, такое, да? У нас обычно хотя бы там за 10-15 секунд до выхода в эфир хоть кто-то... Нет, было такое, что в эфире тоже мы определяли, кто. Это было, по-моему, как раз с Ириной Салтыковой. Да-да, именно с ней. Серьезно? И мы определили, что победила Ирина Салтыкова? Именно так. Ну, конечно. Итак, друзья, телеграм-канал нашей радиостанции. Бегите в телеграм. Бегите и голосуйте, конечно же, за «Не покидай». Невозможно, чтобы кто-то сегодня не прозвучал в эфире, потому что... Давайте обе пишут нам. Это нечестно. Последняя поэма в телеграм-канал проголосовал. Если будет 50 на 50, не прозвучит никто. Все. Вот так вот. А это сказала не я. Все. Итак, останавливаем голосование. Кто? Ну, не томи. 51%. Да! Мои люди, как вы могли меня поместить? Ребята, я люблю вас! Когда я с таким... Ну, что поделать, а? Я люблю вас! Я люблю сказку «Не покидай». И это вторая победа над Кирсановым. Справедливости ради он четыре раза подряд выигрывал. К сожалению, мы слушали даже Ирину Салтыкову. Но Александр, имеющий бледный вид... Вот у меня сейчас такой же вид, какой был у Дарья Гордеева, когда победила Ирина Салтыкова. Это правда. Ребят, у меня нет слов. Все. Всем пока. Хороших выходных.